Привет, Peloton, с вами Zed. Сегодня, как я и обещал, мы с вами поговорим о такой теме для многих щепетильной. Это машины из предзаказа или Pre-O-Decas, как вы их любите называть. И с тем, что это щепетильная тема, я вас абсолютно понимаю. По факту, на самом деле, это третья часть серии ролика по самым редким машинам в Форсе. Так как эти тачки реально редкие, настолько, что их нельзя даже продать, купить на аукционе вообще нереально. Вы не сможете их там найти. То есть, если вы захотите прокатиться на ПО-машине, к примеру, Камара ПО, сейчас, в 2021 году, то у вас ничего не получится. Потому что их нет и не будет в аукционном доме. Если быть точным, то их нету там с 21 обновления Форса Харазина. Это и делает их такими редкими машинами. Так как даже когда они были на аукционе, то не все могли их там урвать по одной простой причине. Не все могут хорошо снайперить тачки на аукционах. Да и потом, кто в своем уме, имея такую редкую тачку, за которую ты платил бабки за предзаказ и получил ее, ты захочешь ее разве отдать какому-то? Это очень странно. Итак, давайте поговорим о том, какие именно это машины. Всего их 7 штук в игре. Aston Martin ПО, Chevrolet Camaro ПО, Ford Focus 2017 года ПО, McLaren 720S ПО, Mercedes AMG GTR ПО, Nissan GTR ПО, Porsche 911 GT3 ПО. Причем вы могли получить ПО-тачки в нескольких случаях. И сейчас я перечислю дальше способы. Само собой способ под названием предзаказать игру давным-давно не работает, так как вам там давали эту тачку в 1000% случаев, эту тачку там вам точно бы дали. И после выхода игры, собственно говоря, во время игры, уже начиная с 2018 года, после релиза Forza, этот способ не работает. И вот я сейчас перечислю способы, где можно было получить эту тачку помимо самого предзаказа. Первое. Аукционы, как я уже и сказал, и это был самый действенный способ. Пока лавочку, собственно говоря, не перекрыли. То есть я хочу сказать, что если до сих пор обновляете аукцион, сидите как хатик и ждете там свою машину мечты, то не тратьте время, это бесполезно. Второе. Фарзатон Шоп. Да, прикиньте, они там тоже были и по цене в 1000 фарзапоинтов, что очень дорого, тачки за 1000 фарзапоинтов появляются там очень редко. Да. Насколько мне известно, относительно не так давно там появлялся Макларен 720 ПО. Раньше, когда вы смотрели ежемесячные трансляции на официальном канале Forza на ютюбе, вы могли получить себе Мерседес и Ниссан. И это третий способ был, правда, только двух машин из этого. Вроде как только эти две тачки, но это не точно, возможно, какие-то там и другие тоже за это давали. По временному периоду, когда их так выдавали, точно сказать не могу и врать вам не хочу. Поэтому просто скажу, что такое было, таким способом можно было получить тачки, причем он был какой-то лаганный. Насколько мне известно, прочитав несколько статей про это в интернете, я смог узнать такую информацию, что вам давали одну машину и потом все лагало и давали еще одну. Так что в любом случае можно было этим способом получить себе несколько машин в гараже, как минимум. Четвертый способ. В этом январе или феврале вы могли получить через центр сообщения, если у вас полная версия игры со всеми допами и пасом, насколько я понял, только при этом условии можно было получить этой машины. То, в общем, вы могли получить бесплатно не дурацкие велспины или одежду, на которую козырять только в модном приговоре, а реально крутой приз еженедельный. Это Mercedes AMG GTR PO и Nissan GTR PO, как-то все похоже тут на друга по названию, неважно, короче. Эти тачки, как вы поняли, вообще чаще всего выпадают из остальных вот такими случайными способами, как за Forza Monthly просмотр, за сообщение. Тем не менее, они не самые распространенные из этих семи приордов. Есть и более обычные машины, если так можно назвать. Ну и последний способ, как раз таки про саму эту машину, это уже пятый способ, не считая вроде как сезонов, потому что по неподтвержденным инфетам они не появлялись, так что вроде как нет. Но пишите в комментариях, если я не прав. Под пятым пунктом у нас идет самая обычная и общедоступная PO-машина, опять-таки, если можно так выразиться о PO-машинах, это Porsche 911 GT3 PO. Все мы можем ее получить, правда придется попотеть, конечно, но получить можно. Эта машина дается по достижению 20 уровня в вышибалах в Forza Horizon 4. На самом деле это дофига, не быстро, и нифига там получить. Это не сыграл два раза и получил, тут придется минимум часов 10 так оставить. И это еще минимум, залетая постоянно в топы, я про то, когда отключены уже режим битвы один на один, и вы остаетесь в числе 10 игроков в конце. Какой же из них самый редкий? И тут по факту самый редкий авто из реализованных. Вы только вдумайтесь сейчас, ну а машины настолько редкие, что их нельзя купить, и очень давно их нельзя было даже на аукционах поймать. То сейчас мы рассуждаем о 7 самых редких машинах. Ну, допустим, 6, не берем Porsche в рассмотрение. То есть эти 6 машин по факту являются самыми редкими. И сейчас я перечислю почти все машины, которые можно было где-либо получить, и осталась одна. Да, ребят, понимаете весь бред ситуации, да? Форд, блин, фокус, он с самым низким рейтингом из этих 7 машин, а я напоминаю, что все эти машины сразу построены в рейтинге А800, С1-900 и С2-998, ниже нет. И бредовость всей этой ситуации, то, что они реально, то, что из них реально самая дорогая тачка, это именно она. Блин, это просто жесть, конечно. На самом деле, сейчас хочется сразу сказать, что это один из самых редких реализованных именно авто. Не надо мне сейчас поправлять вот под видео в комментариях и писать про 2 сезонные версии Сены АЕ и СЕ, из вступления игры, потому что их тоже можно себе в игру добавить, там не всякими законными способами, но можно. За что вы, конечно, получите бан. Но, если вы сейчас мне скажете про Овенс Эдишн, я вам скажу прямо, вот прямо так и скажу, идите в зад. Ну, потому что это из реализованных, опять-таки повторяюсь, форд фокус ПО реально самый редкий. Давайте же поговорим все-таки про класс этих машин, я немного тут обмолвился. По факту, они отличаются от обычных своих версий, от обычных своих собратьев, чаще всего только классом и характеристиками. То есть, по факту, сразу готовые гонкам в онлайне или просто в заездах по карте в одиночку. Они в стоке, например, сразу идут, как вот этот форд фокус А800 или вот, например, Порше С2 998. И он просто лютейший, кстати говоря. И сейчас мы сравним две машины на одной трассе, а именно обычный Макларен 720С, который продается даже в обычном магазине. И вот эту ПО лютую версию, которая даже уже в стоке С2 998. Давайте посмотрим изначально на их стоковые характеристики. А они тут следующие. Это обычный 720С. А вот вам Дьявол ПО. Сразу бросается в глаза класс авто, а вместе с ним и насколько ПО-версия превосходит в стоке своего обычного собрата. Поедем мы с вами на этом треке, где я испытываю все свои тачки для настройки тюнинга. Вы могли видеть, как я езжу на этом треке, настраиваю машины в видосах из серии настройки тюнинга в то. Кстати, если хотите, можете посмотреть здесь на канале. Показывать я вам буду геймплей именно на ПО-версии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такое время у нас выходит на выходе. Обе тачки по факту с одинаковыми настройками. Но ПО, как мы видим, просто доминирует. И это факт, перед которым нас ставит игра. То есть, если вы зайдете в ранкет и увидите там название машины ПО, то бегите оттуда пока не поздно или как минимум не упускайте из виду эту машину, когда он будет ехать перед вами. Наверное, вам будет интересно узнать, какая моя любимая машина из них, отвечая на вопрос. Это Макларен, 720 СПО и Порш. Ну, я думаю, в топ-3, конечно, войдет еще и Камара, так как ему можно по приколу сделать прикольную мигалку на башке, хотя это и есть его обычная версия машина. Забавно, кстати, смотрится прямо такимися полицейскими чувствами. Ух! Ну что ж, вот такой ролик у нас с вами вышел. Если отвечать на вопрос, какая из них самая быстрая, то вопрос неоднозначный, так как они будут каждая быстрая в своем классе. Такие вот дела на самом-то деле. Но если смотреть по круговым гонкам кольцевым, то это Порш, Макларен, Спринт. Это Порш, опять-таки, и Камара, а также для С1-900 Ниссан GTR. Ну и бездорожье, тут просто одна машина и по факту у нее нету конкурентов из этих семи автомобилей. Это Форд Фокус 17 года ПО. Ну что ж, всем большое спасибо за просмотр, Пилотон. Буду признателен тебе, если ты поставишь лайк под этим роликом. Оставишь комментарий с той машиной, которую ты больше всего хотел. И если у тебя есть ПО-тачки, делись, какая твоя из них самая любимая. И я обязательно посмотрю и отвечу тебе. Пожалуйста, подписывайся на канал. Поддержи меня, так как я старался делал этот видос для вас. Я анализировал много прикольных вещей, от которых у меня вкипела башка. Надеюсь, что вам понравился этот видосик. Ну и в завершении хотелось бы сказать, что я не сказал в самом начале. Сейчас на досъеме вам говорю. Такие вот есть особые моментики. Машины эти можно было получить за предзаказ, но в определенной сети магазинов. То есть, насколько мне известно, в интернете сохранилась инфа только про Форд Фокус. Что его можно было получить и почему он из этих семи тачек изначально самый редкий. Это его можно было получить не в международной сети магазинов, а типа локальной, как пятерочка, например, которая есть только в одной стране. Это Таргет. Это американская сеть магазинов, в которой он был. Так что вы будете хотя бы это теперь знать. Я не стал до этого это вставлять, но сейчас на монтаже подумаю, что возможно это и надо. Ну и пока, пилотон. Встретимся в новых видео. С вами был Зят. Всем благ, всем добра. Залетайте к нам в дискорд сервер. Ну и всем, 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 всем пока. Целую. Субтитры сделал DimaTorzok